В Казахстане усилят меры безопасности для полетов малой авиации. Сделают это после недавнего крушения АН-2 в Акмолинской области минувшее воскресенье. В авиационной администрации Казахстана заявили, что подобные инциденты стали происходить чаще, поэтому будут приняты меры, направленные на предупреждение повторных происшествий, вплоть до приостановления деятельности компании, действия сертификатов летной годности, воздушных судов и привлечения к административной ответственности и нарушителей законодательства. Тем, кто эксплуатирует малые судна, поручили провести дополнительную оценку всех воздушных судов типа АН-2, усилить контроль за подготовкой персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики. Далее тему продолжим обсуждать с гостем нашей студии. Это представитель авиационной администрации Казахстана Ерлана Сейткеров. Ерлан Сейткерович, добрый день, приветствую вас. Спасибо большое, что нашли время, пришли сюда. У меня к вам такой вопрос. Ранее мы с вами уже говорили про то, что усиливают в Казахстане меры безопасности для полетов малой авиации. У меня такой вопрос. Какие меры приняты после крушения АН-2 в Ахмолинской области? Спасибо за приглашение. В этом году авиационная администрация Казахстана усилена меры по безопасности полетов эксплуатантов малой авиации. С началом весеннего летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиационных происшествий. В связи с чем авиационная администрация Казахстана ужесточила меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий, в том числе путем приостановления деятельности компании, приостановления действия сертификатов летной годности воздушных судов, привлечения совместно с комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан к административной ответственности ответственных лиц, нарушающих требования законодательства. Также до эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиление контроля за подготовку авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики. Авиационная администрация Казахстана на основе имеющейся фактической информации касательно обстоятельств авиационных происшествий отмечает в некоторых случаях ослабление контроля со стороны руководства отдельных эксплуатантов воздушных судов за обеспечением безопасности полетов. Ерван Ситкерович, скажите, пожалуйста, Вы сказали ранее, что увеличилось число крушения. А вообще есть ли статистика таких инцидентов с начала года у нас? Да, вот в этом году у нас было 4 авиационных происшествия, в том числе одно происшествие. С человеческими жертвами. Это такие, как 3 мая 2024 года при выполнении санитарного рейса произошло авиационное происшествие без человеческих жертв с воздушным судом Ан-2, то навигатор. 21 июня 2024 года произошло авиационное происшествие без человеческих жертв с воздушным судом Ан-2, то сам Гауагра. 22 июня 2024 года произошло авиационное происшествие с человеческими жертвами, с датолетом GT-16, то сам Гауагра. И 21 июля 2024 года произошло авиационное происшествие без человеческих жертв с воздушным судом Ан-2, то Беркутаве. А скажите, пожалуйста, вообще сейчас, какой парк малой авиации, каков он и где вообще она в целом задействована? Парк именно малой авиации. Известна ли эта информация? Да, мы постоянно предоставляем сведения для комитета гражданской авиации Министерства транспортных Республик Казахстан. В настоящее время в Государственном реестре воздушных судов Республик Казахстан зарегистрировано воздушные суда Ан-2, более 300 воздушных судов. И в том числе с действующим сертификатом летной годности более 80 воздушных судов. Из них эксплуатируется по линии санитарной авиации менее 20 воздушных судов Ан-2, а также в сельскохозяйственных целях используется воздушные суда Ан-2, более 60 воздушных судов. Также для сельскохозяйственных целей задействованы и воздушные суда сверхлегкой авиации, такие как дельтолеты и самолеты. В Государственном реестре у нас зарегистрировано более 70 воздушных судов сверхлегкой авиации, дельтолеты и самолеты. Из них более 50 с действующими сертификатами летной годности. Все они задействованы по линии сельскохозяйственных работ. Спасибо большое, Ирлан Ситкерович. Надеемся, что меры безопасности, которые хотят усилить в нашей стране для полетов именно малой авиации, действительно улучшат положение. Спасибо. Спасибо большое.